продолжу наш курс продолжу наш курс вот а именно в прошлой лекции мы поговорили о матрицах плотности вот то что они задают состояние но так вот я наиболее важную мысль последнюю так сказать выделил то свои там про функции доброе утро и про всякие другие вещи говорили наиболее искать итог теперь вот как бы состояние научились задавать конспективно чуть-чуть обычно более подробно это вот у себя в курсе с очень холева обычно рассказывает я ну то есть в той степени как это мне нужно будет для моего путь открытым системам все равно вот всякие значит такой вот наблюдаемые прочее нам конечно понадобится но и это в той или иной степени было в квантовой механике но что то что скорее всего было ну как бы точно в квантовой механике что наблюдаемая это эрмитова матрица опять-таки отсылаю может быть больше курсу александра семеновича бывают четкие наблюдаемые бывают нечеткие наблюдаемые но мы мало будем иметь дело с нечеткими наблюдаемыми но тем не менее тем не менее которые которые уже так сказать обобщением являются чтобы понять это вообще не нужно вот понять не совсем в том виде как это обычно ну вот таких вот стандартных русских курсов по этой механике понимаются все эти вещи с эрмитовыми матрицами а именно осознать осознать что ли несколько в несколько может быть чуть-чуть другом формализме это это осознать но давайте сначала стандартно формализме осознаем вот первое первое что можно вообще спросить это тоже тут очень очень близко то что я рассказываю и курсу александр семенович и вот книгам то есть вот каково среднее значение как бы наблюдаемые вот еще было в состоянии ром ну это может быть тоже может было как руки на прошлой лекции виде вопроса так сформулировать метод более-менее понял как бы уровень что люди знают что люди не знают поэтому так в таком интерактивном режиме не буду я думаю что это понятно вот что если у вас самосопряженный оператор написать что x равно x крест то есть эрмитова матрица то вот среднего считается как трейс x народ вот это статистический постулат либо борна либо борна борна фон неймана вот даже у меня на слайде по-разному это написано но и такие слова обычно говорят что вот среднее можно посчитать так и в частности в частности опять-таки всегда неплохо понимать как вот такая классическая вот теория вероятности не квантовая вкладывается вкладывается вот вот в эту всю науку то есть у нас коммутируют классические документативный случай когда у нас коммутирует x и ро то у нас просто вот в диагональном базисе x будут какие-то там x и ты стоять у этой ро будут где нагаде на диагонали какие-то вероятности по этой того или нового там узла ну и вот будет такая такая сумма но это то что собственно от ожидания от ожидания вот этого икса в рамках теория вероятность у нас какие-то и ты элементарный исход выпадает и вот ему соответствует случайная величина икс это и она выпадает с вероятностью по этой вот получается такая формула стандартная стандартных вкусов теории вероятности что может быть уже четко имеется ввиду эрмитов она задается вот эрмитовым эрмитовой матрицы но про нечетки я возможно там буквально пару слов скажу обычно более подробно это вот курс связанной складывает под информации складывали складывал кодирование может чуть-чуть ну вот скорее скорее может быть туда потому что хотя бы грамм хорошо уже тоже эти вещи можно обсуждать второй вот вопрос то есть это мы средние только поняли какое есть у нас данное состояние можно задаться задаться тем с какой вероятностью какой вероятностью мы получим мы получим то или иное значение то есть некоторое некоторое большее знание это больше знали потому что вот у нас не только средний а просто с какой вероятностью вот для этого такой вот рецепт что нужно эту сказать собственном базисе разложить эту наблюдаемое и представить вот в таком виде то есть вот по богу собственно базис так чтобы их это собственные проекторы то есть они агрегируют вот здесь все таки и что их считая рамой их если они все с одинаковым с одинаковым значением x а агрегируют вот в один проектор а то есть у нас нас непонятно матрицы может быть вырожденное вырожденное собственное значение например она может быть вообще диагональные тогда это пусть или данные вообще единичная матрица тогда вот 10 проектов тоже будет просто единичной матрицы если это будет диагональные там и на константа здесь вы будет константа на на единичный матрицу который на все а в общем случае там конечно там конечно могут быть могут быть какие-то блоки ну и соответственно тысячу вас есть собственном борисе какая-то я надеем до 2 здесь вырослась нам дадим до 1 а здесь я бы 2 зам до 2 наверно их сами надо было сначала тем не менее 2 то такая матрица то понятно что выделяется вот это блок и вот этот бог общественной нули подполагаются здесь нули здесь нули вот лямбда 1 на вот этот проектор который с единиц начался естественные нули будут вот это вот лямбда 1 вот если вот это вот такой икс у меня то лямбда 1 это как раз есть вот этот один из иксов и второй так слов это лямбда 2 которого здесь вот когда соответственно нули здесь будут единицы общественно я считаю что здесь собственно борись вот так то здесь все как бы агрегированного против эти проекторы в эти проекторы и вероятность получить значение икс наблюдаемый вот она вот так вот вычисляется как трейс обе x умножить на ром кстати не знаю более подробно написал да нет не написал но смысл в том что понятно что вот вы возможно более частных случаев у вас допустим еще вас не выжить на и собственные значения как у вас просто x это какие-то икс и ты сыты и здесь все все икс и ты строго различные строго различные то есть нет всяких вот здесь какие-то и и здесь икс и ты не равно и житом не равны и житом не все все строго различные когда понятно что есть у вас выпал выпал какой-то частный случай этой формула который здесь написано что у вас будет мил про там вот x и того который вот выпал допустим будет просто вот у вас этот проект а будет одномерный то есть вас этому собственному числу просто будет вот одномерный проектор соответствует поэтому трейс вот и и здесь на ром ну или что то же самое что то же самое будет вот в обкладках язык вкладках язык будет рог вот такое вы могли бы просто в каких-то таких вот обычных курсов квантовой механики виду или более частный случай этого если ром и сиро-ро это просто вот чистое состояние то есть вот такой psy то эта формула превратится просто вот понятно что мы всегда поставим все ну давайте вот здесь вот напишу ну как бы вот если мы вот эту штуку подставляем то здесь у меня свободное место то у меня эта штука просто я продолжу вот вот это утра на стану в таком специальном виде матрице плотности для получится просто здесь и на psy и здесь сина и соответственно это будет псина и в квадрате то есть вероятность как будет квадрат модуля волновой функции но вот это отвечает за вероятность например ну и так вот понятно что формально и у меня конечно не длительная дискретный случай и и мы не можем в качестве и брать что-то непрерывно формально можно какой-то вот и координату и импуль взять в квантовой механике ну и тогда это вот обычно как я будет как если здесь координату взять то есть как раз будет все от x вот по модулю в подрать то есть то что обычно вот таких с собой обычных курсов квантовой механики проходятся но опять таки вот как я просто на прошлый раз это вот то что обычно проходится она во первых уже будет в таком виде ну и для тех кто впервые это слышит то вот я вам просто как постулат рассказал собственно ты в любом случае постулат другое дело что можно можно из разных там физически или исторических соображений к нему приходить вот опять-таки для тех кто не знает квантовую механику вот я фактически рассказываю причем более ну так сказать более общем виде чем это обычно то есть обычно многие курсы вот такие стандартные квантовой механики они вот просто вот только этим занимаются они вот такой общий случай выраженных собственных значений ну как так не особо на нем акцентируется не могут там если надо там предполагать что люди все посчитают сложив там вероятности но тем не менее вот да смотрите а вот если у нас получается вот коммутатор x-sro все таки равняется росточек у нас в таком случае получается во первых скорее всего не дискретная непрерывная да плотность вероятности и как она тогда задается нет еще раз причем росточек это вы имеете ввиду какую-то динамику ну да то есть мы тогда каким образом задаем вероятность какая разница еще раз вот 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 так вот мы сдаем это это я рассматриваю частный случай вот в смысле что вы здесь здесь все понял это в частности это это в частности опять-таки я вот здесь вот рассказываю как складывается то есть вот вот здесь вот рассказываю как вкладывать у меня классическая грубо говоря вероятности здесь вот случай коммутирования как раз просто опять-таки случай классической вероятности который тоже неплохо бы себе представлять то есть во что во что это превратиться случае за себя так это общее общую форму ну вот здесь написал в диагональном базисе но в принципе это это мы просто предполагает что мы унитазным преобразованием диагональном базе все как-бы все привели то есть можно просто любом базе матрицы записать и какая разница то есть я же не говорю что у меня матрицы幅 диагональю в этой базисе x х то есть не предполагается это преподается только действительно в этом частном случае которую я просто хочу обратить внимание что вот потому что я говорю что вот вот эти вот случаи когда у вас вырождены какие-то штуки у вас как будто бы как будто бы ну это может быть чем-то непривычным но это на самом деле то что ровно в классической вероятности то есть вот допустим у вас просто есть классическое распределение грубо говоря но такие что у него там исходы исходом то что мы наблюдаем чисто классическое измерение с какими-то вероятностями и мы наблюдаем что-то но мы вот это вот то что мы наблюдаем она она неоднозначно то есть вот у нас могут быть несколько исходов например давайте что самое простое 2 2 монетки мы их там подбросили подбросили как бы и они упали ну понятно что у нас вероятность того что у нас как-то новым исходом и там здесь орел и решка там 1 1 2 и здесь орел и решка 1 2 но мы допустим наблюдаем у нас вот прибор так устроен он наблюдая только вот за одной монеткой одной монетка вот тогда соответственно если мы здесь посмотрели что у нас выпал там например орел да орел то дальше мы должны как бы чтобы чтобы понять чтобы понять у нас сказать то есть у нас как бы вот из этих вот ну то есть у нас всего исходов какие бывают каждый с вероятностью 1 4 то есть вот что здесь выбрала там parallel а что так орел и решка вот так ну понятно это до 14 но вы должны в общем чтобы понять у кого вероятность и сказать того что у нас при наблюдаете вот вы поларила здесь ничего не предупредить а нам нужно сказать просто суммировать по тем сказать вот как как по тем как исходом тем вероятностью которые которые с точки зрения нашего-добридения важны то честность мы здесь не наблюдаем то есть ставить орел и решка то вот вот эти вот два исхода вот эти два два варианта когда здесь 1 4 4 мы должны просуммировать вы получится 1 2 то есть на самом деле оставшиеся два варианта когда вот здесь вот решка и здесь орел и здесь как бы решка и здесь это называется решка здесь снова решка то есть вот вот эти которые которые этому наблюдению не соответствует мы должны как бы выкинуть вот поэтому на самом деле вот с точки зрения вот этих вот вероятности это вот ровно как если мы на диагональный базис происходим это ровно как классической классическая теория вероятности так что здесь ничего особо удивительного нет в этой формуле вот она как раз вот вот такие то что обычно проходится в квантовой механике и это что не проходим как-то специальным может акцентируется но тоже то что есть классическая вероятность как бы себя агрегирует это вот по поводу вероятную дарит вот некоторые свойства этих это что они являются что называется автокональными проекторами в том плане что это все не отрицательные операторы ну даже более того слова когда пишу что не отрицательные я имею ввиду может быть это надо явно писать я сразу подразумеваю обычно даже не все так делают я когда пишу не отрицательности создавая самосопряженность наверное может быть мне это тоже не писать потому что вот то что то что называется проекторами обычно все таки подразумевает что они самосопряженно вот для них вот такие свойства выполнены что они ортогональны вот ну в частности если мы сам себя возводим то просто пикс квадрате будет пикс и они в сумме дают единицу поэтому часто говорят об ортогональном разложении единицы вот сказать и свойства выполнены говорят об ортогональном ортогональном разложении единиц вот это то что просто термин который вот часто водится теперь собственно это вот мы как бы два вопроса то есть что в среднем получается с какой вероятностью конкретный исход как бы вот выпал там мы можем здесь опять таки задать среднем что в среднем как бы если там орлу там плюс 1 в версии минус 1 то средний будет понятно но вот в таком симметричном случае вот то же самое можно задаться вопросом как бы ну с какой вероятностью конкретные как бы будет исход и точно так же мы точно также можно задуматься что будет какое будет а постериорное состояние что называется то есть будешь в каком состоянии будет система после измерения на самом деле процедуры измерения на видите много все включая то есть она как бы задает ну и точнее то что много а то что ее можно как бы с разной степенью подробности описывать то есть можно сказать что а вот у нас заданы средние и все то есть и часто вот в квантомеханике опять таки только на этом и останавливать можно чуть покопаться и сказать что какого вероятность вот как конкретно конкретно того что исход будет сказать это более подробная чуть-чуть вещь и уже так существенно более подробно и это но это более менее вот первые два это примерно одно и то же то есть можно тоже так сказать вот вот к этому тоже можно приходить если мы будем измерять ну тоже какие-то вот пытаться в качестве среднего здесь подставить поставить вот какой такой проектор а собственно то есть как бы можно на проектор они тоже четкие наблюдаемые потому что они они самосопряженные оператора поэтому можно сюда поставлять пикс и как раз приходить вот в каком-то смысле вот эту формулу выводить в смысле эту формулу выводить но опять таки с некоторыми примерно того как в классической теории вероятности вы можете на вероятность попасть куда-то смотреть как на мат ожидания от индикаторной функции то есть вот пикс это аналог индикаторной функции из теории вероятности обычно но вот что уже существенно более подробно это то как что вообще происходит как бы со состоянием состоянием нашей системы после после измерения в частности вот опять таки я это расскажу чисто виде ответов которым опять-таки можно по разному приходить вот если вот есть так называемые селективные измерения селективные измерения это следующее это мы как раз померили и посмотрели и посмотрели на прибор дело в том что в квантовой механике бывают еще так называемые не селективные измерения когда мы померили она прибор не посмотрели в классике это была бы полная глупость как бы какая разница то есть если мы не посмотрели на прибор то мы все равно что не померили вот а в квантовом случае это это уже разница есть все равно наше измерение оно такое его зима и она влияет на состояние системы вот поэтому она связана не просто так сказать пассивным что ли наблюдения в каком-то смысле любой наше наблюдение в планской механики связано с активным вмешательством поэтому в каком-то смысле это суть квантовой механики суть квантовой вероятности различие существенно то есть если вы проводите измерения то вы провели взаимодействие прибора я то есть вот грубо говоря то есть вот вас и допустим измерения ну то есть вы говоря во все измерения как я говорю базивные то есть вы все равно что взяли там и молотком потом по системе ударили ну и там ничего поломалось как бы в классической физике вас мог такой какой-то пробный заряд который маленький маленький который на систему вообще вот никак не влияет как бы вы если вы там ударили молотком по системе там все разломалась вот а фактически у вас в панта механу в квантовом мире как бы любой любой фотон он тоже как уже молоток для . для если мы смотрим на эти вот физические объекты макроскопические для него как бы мы что значит смотрим как бы потом рассеиваются просто них и это же как нам глаз прилетают мы там детектируют вот мы затектируем и как понятно что этот ударившийся потом на какой-то вот на руку на ручку который я там смотрю он как бы на эту ручку особо не повлиял а в квантовом мире этот потом для этой ручки вот как молоток который по ней ударил который еще как бы что-то в ней сломал в том смысле но если это будет уже не ручка отдельно электрон отдельно дух дух у меня системы которые моделируют но опять-таки электронные спины степени свободы то есть как бы это уже сильно влияет на систему поэтому конечно но физически это будет то чтобы как бы россии ли фотоны посмотрели что-то и вообще ничего не посмотрели разные ситуации но я имею ввиду я посмотрела кто-то другой не посмотрел для меня это эффективно я бы я бы сказал так что ну ну да это это вот это правда да право то есть если кто-то посмотрю то есть важно если вообще кто-то кто как бы посмотрел даже я бы сказал важно физически то есть смысл в том что как бы можно опять-таки и в потом случае на самом деле вот я сказал что есть вот там четкие наблюдаемое есть более там всякие мягкие способы измерять но смысл в том что опять-таки в реальности будет от того кто кто-то воздействует серьезно как бы на систему так что так что в ней что-то поломать или не воздействовал другое дело чтобы провести четко вот такое четкое измерение измерения четкой наблюдаемой вам нужно в реальности весьма сильно поломать систему вот поэтому если кто-то вот такое измерение привел то он уже поломался системы поэтому в общем то тот кто его провел если он посмотрел на результаты то для него это будет как бы селективное измерение ну а для всех остальных для всех остальных не селективная а в чем именно разница селективного видимо еще раз то есть грубо говоря селективное измерение вот в классике вы вот можете подбросить подбросить там монетку и посмотреть выпал орел или решка то есть если вы посмотрели выпал орел или решка то у вас уже стало сто процентов там где борел либо сто процентов решка а если как бы вы установлена с вами стоит рук который вы подбросили уже как бы вы посмотрели а ему не сказали то он как бы для него так и остается 50 на 50 до либо орел либо решка вот как бы вот разница другое дело что как бы в классическом случае для друга не было бы разницы и вообще вот для для обсуждения этой ситуации не было бы разница как бы посмотрел как бы вот посмотрели бы на на то выпал у вас орел или решка или не посмотрели потому что я говорю вот ваш акт вашего осмотрения он такой неинвазивный вы почти ничего с этим орлом и решка не делаете а в квантовой механике он такой сильно инвазивный то есть у вас как бы он уже так сказать существенно меняет как бы поведение системы вот вот примерно так вот давайте есть еще вопросы пока на уровне формул это как раз хочу сказать поэтому не знаю то есть это я пока просто на уровне вы действительно был вопрос про физический смысл на уровне физики обсуждать вроде понятно вот она уровне формул у вас когда вы посмотрели у вас будет вот такая формула то есть вот между ну что значит если вы между вот пикс рапикс как бы матрица плотности заключались то есть у вас есть просто вот это вот матрица плотности то что если вы действуете проектором то вы просто как раз кусок блок соответствующий блок соответствующий вот этому вырезаете из матрицы плотности а все остальное обмулировать нафть написано вот ну и соответственно если вы вырезали кусок матрицы плотности это просто какой-то блок то вы как бы вы сказать у вас получится уже, конечно, не матрица плотности в том плане, что у нее все будет хорошо, что она будет неотрицательно определенная, потому что это просто какие-то миноры общий матрица исходной. Она будет numbers-сопряженно, естественно. А вот что у нее будет не так, она будет неправильно нормирована. Нужно просто трес этой матрицы, которой получилось посчитать и поделить на него. Тогда получится новая матрица плотности в результате селективного измерения. Ну, давайте осознаем, во-первых, опять-таки, вот в простейшем случае, что это такое, когда вы просто, допустим, px, это опять-таки вот какой-то у вас одномерный проектор. Давайте вот так x можно обозначить. Вот. А, сейчас, извините, а можно вопрос? Да. А вот зачем писать trace px rho px, если это просто px rho? Ну, trace px rho. Ну, собственно, вы правильно замечаете, то есть это 3x px rho, более того, это ровно то и тот вот это 3x px rho. Просто, чтобы подчеркнуть, подчеркнуть, что мы делим на ровную эту, на ту штук, которая тут написана. Более того. Да, чтобы подчеркнуть, что он нормировал. Да, да, больше ничего тут. Вот. И более того, на самом деле, вот, как я сказал, что есть еще всякие обобщения этой формулы, когда у вас есть некоторые, вместо вот этих px rho px, некоторые вот более абстрактный px rho, и там тогда уже будет делиться на trace px rho. Ну, как бы, вот есть как раз вот эти вот, ну, о которых я буду мало, как я уже сказал, говорить. Есть вот эти самые нечеткие, нечеткие наблюдения. Вот. Поэтому я один разок решил написать и в таком виде тоже. Вот. А так, действительно, то есть вот это вот самое, вот здесь вот ровно вот эта вот конструкция, которая там была, а здесь, то есть, то есть вот эта формула, вот эта формула превратится в такое, чтобы, ну, давайте я ее вот сюда выпишу. Вы берете x на x на rho на x и делите и делите на вот эту, ну, как бы, вот, если след, вы от этой штуки возьмете, у вас просто вот эти вот две штуки уйдут, и у вас получится просто x на rho на x. Вот. Поэтому у вас как раз вот эти штуки сократятся, и то, что получится в случае, если у вас просто одномерный проектор, у вас получится просто вот этот проектор и получится. То есть вот просто, когда у вас одномерный проектор, у вас, грубо говоря, в качестве результата и будет px. Ну, то есть, когда у вас блок один на один, вы просто, так сказать, ну, нормируете его, и у вас получается проектор на вот это вот собственное значение, и это вот как бы обычно, поэтому опять таки вот если вы такие стандартные кузы квантовой механики возьмете то как правило там только такая ситуация и происходит ну то есть вы просто берете только как бы такие вот когда у вас нет проектор одновременно и вас в результате то есть вот у вас показал прибор какой-то x и у вас после измерения вот состояние стало стопроцентно вот это вот такое чистое состояние соответствующее этого наблюдению предполагается что просто у вас наблюдаемый который вы измеряли она у нее спектр не вот что здесь как бы предполагается в общем случае вот будет такая 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 симпатичная формула вот ну это иногда там проекционно постулата блютерсов называется случае да опять таки клави понимаем как всегда у меня вот везде рассмотрение классического случая когда у вас просто просто вы проводите проводите наблюдение сказать классический диагональная матрица которая в которой закодировано закодировано классическое распределение опять-таки вас вы просто берете в частности вот где рисовал монетку то есть вы должны чтобы понять какие теперь остались состояния системы то есть у вас понятно теперь вот у вас остались состояние системы только соответствующие тому что что вот у вас вторая монетка выпала орлом или решкой поэтому вы должны как бы чтобы понять какая-то матрица взять здесь тоже можете как матрицу где ну как бы были варианты вот 1 4 1 4 ну и так далее то есть вот их было ну я должен четыре штуки нарисовать да ну и они как раз соответствует тому что все возможные варианты орел орел орешка и так далее и вы провели измерение то что вот здесь орел соответственно вы должны теперь отбросить отбросить ну допустим вот первый блок соответствовал тому что вот здесь вот орел вы теперь должны вылечить все обнулить и оставить оставить только этот первый блок до вас будет 1 4 1 4 ну и у вас это будет будет нет нет нормирована вот в этом были все 1 4 это не написал ну вот эти куски были соответствует тому что здесь вот на первой моментке выпал выпало как бы резко ну а на второй вот как раз 22 оставшихся вариантов а здесь те которые были допустим вас вы наблюдали орел но первые монетки соответственно здесь остались только одна четвертая ну и вам нужно нам домножить на двойку фактически да то есть вас с вероятностью как мы считали 1 2 вот поделить поделить на эту вероятность как раз нужно чтобы получилось матрицы теперь в основном с вероятностью на 2 1 1 схода с вероятностью 1 2 1 2 исход а это вот уже опять таки это то что на 2 монетки как вот еще с вероятностью 50 на 50 вот этот орел выпадет 50 на 50 решка то есть вы здесь в классическом случае можно считать что мы как бы вообще не померили вот выпало 10 на 2 монетки орел и решка можно сказать мы как бы кто-то может и померила мы этого не знаем вот примерно примерно такая ситуация Сможете ещё сказать по второй строке как это club и читать вот где и там ket набра то есть это значит нет назад да вот вторая строка вот и подсумный по знаком сумма и умножить на и там это это пет набра то есть это столбец с некоторым количеством единица множить на строку с этим же количестве этого или как ну да да совершенно верно то есть собственно вот здесь вот я писал вот эти штуки то есть смотрите здесь напишу смотрите что такое у вас один на один да то есть это просто у вас соответственно вектор 1 и так далее все нули на вектор 1 и так далее все оставшиеся нули и вы как матрицы перемножаете это будет матрица как бы один здесь нули здесь нули и так далее то есть его действует то есть фактически вот если и и то эта матрица точно так же можете посмотреть что эта матрица просто у которой у которой . на этом месте и . на этом этом месте а вот здесь вот сумма то есть вот как раз я рисовал будешь вот что у вас грубо говоря вот здесь вот лям до 1 было лям до 1 то есть вам нужно все и которые у которых лям до 1 просуммировать соответственно это будет единичка вот на первом месте единичка на втором месте или первым первым втором втором вот в этой сумме это как раз у меня пи который соответствует лям до 1 спасибо но это в собственном паре себя понятно произвольный надо подвернуть унитарный поворот и вот то есть и соответственно вот в классике вам чтобы понять что что есть у вас опять таки есть совпадающие это сказать результате наблюдений а вы померили померили нечто она неоднозначно определяет вам как итог то как бы вам то же самое на самом деле надо сделать вот это вот формула как вариант формула там условной вероятности что что-то такое можно интерпретировать то есть вы как бы вы считаете какие какие у вас теперь есть исходы при условии чтобы было выбор x для этого вы просто по всем по всем рассказать исходом которые соответствуют выпадение x а суммируете это что это что у вас оставшиеся вот как бы делите на вот эту вот это это эти формула не ровно такие же классической теории вероятности если мы садимся только на диагональные матрицы поэтому здесь опять таки все все совпадает из таких вот с этой штукой и вот этой штукой который следует из классической из классической теории вероятности нас следует вот мы соответственно опять таки ну здесь можно было тоже так чуть задуматься насколько тут мало ли здесь может нельзя применять формулу там пояса но вот такой аналог что ли формулы пояса то есть вот у нас есть как бы что что будет про что такое не селективное измерение это вы померяем посмотрели на прибор то есть вас вот вот при условии что у вас как бы было проведено измерение и выпал x в условии того как какое будет состояние вот тут написано а тут написано вероятность того что у вас выпадет только тот или иной x какой будет какая будет матрица плотности при условии что выпало x а здесь как бы как бы а вероятность выпадения x а из предыдущих шагов ну и вот ну опять таки можно думать насколько некоммунитативном случае это формула горна но это чуть-чуть в сторону от нашего курса поэтому я вот просто так вот формально сделаю перемножить два члена просуммирую по иксу фактически здесь такой аналог аналог формулы бояся используется условной вероятности это вероятность условиях тогда у вас получится вероятность ну то есть такая вероятность которая зашифровалась матрица плотности она вот так вот описывать то есть в результате не селективное измерение что происходит у вас вот вы есть вот эти блоки есть вот эти блоки вот и вот соответствующие вот соответствующие тем или иным возможным так сказать исходом наблюдения и вот не селективное измерение этому вам только эти блоки оставляют а все остальные можно проверить что вот эту конструкцию это просто обнуление обнуление таких вот не диагональных блоков не дяами реальных блоков соответствующих 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 просто обнулить диагональных блоков диагональные блоки соответствуют вот возможно возможно мы сходу а вот эта величина она вообще нормирована будет матрица плотности да потому что смотрите ну вот я говорю вот здесь вот так вот написать это мне кажется так вот относительно ну то есть что смысл что вот на диагонали у вас будет то же самое поэтому сумма будет даже даже но можно и формально проверить то есть вот трейс пеникс народ на икс сумма я поняла да и вот эта сумма мы и заносила сюда пикс и ровно то есть понятно это вот мы сюда переставляем этот квадрате дает себя а это разложение единицы положение единицы вот это сложится в единиц поэтому это будет то же самое что трейсеров и сходным адресом мирова тоже будет будет то же самое да но если у нас изначально матрица опять-таки уже диагональная то есть вот как опять-таки если мы будем в классику уже сразу диагональная как у полиции наблюдаемой то все то на самом деле у нас вот эти штуки будут просто равны то есть у вас изначально диагональная матрица даже она уже имеет такой блочный страх этот как бы измерение это ничего ни на что не повлияет поэтому как вот как как-то классические такие распределения которые соответствуют диагональным матрицам это никак никак не влияют такие не селективные измерения собственно то что я сказал у вас что вы померили чтобы не померили это это не ну как бы никак никакой разницы чтобы чтобы померили и не посмотрели на прибор чтобы не вообще не победит одно и то же с точки зрения вашей и с точки зрения состояния системы а я работ в quantum случае вы как бы если вы проводите измерения даже несмотря на прибор вы вот этим не диагональные блоки обнуляете это уже нечто происходит или в частности опять-таки наш любимый частный случай когда то есть у нас два любимых частных случаях классический но здесь он тривиален 2 вот этот вот когда у нас опять диагональные просто одномерные проектора тогда у нас просто вот вы выдастся просто к одномерно и просто выделиться диагональная диагональная часть диагональная часть матрицы плотности реально часть матрицы плотности вот только здесь и останется в живых а все остальные гнидиакональные блоки выгод да вот это какие-то пояснения чтобы процесс измерения связан с распадом стремлением к нырю когерентности такой вот процесс называется опять-таки де когерентностью дегеренцией в зависимости от перевод английского слова дикой неранс иногда его называют дефазировкой потому что некоторые вещи которые возникают ну вот если вы писать круче за пси элементы пси как какие там все один каждый день все один допустим как модуль все один одессе степени и там ну какой-нибудь и 1 до явно выходить вводить здесь фазы то и будут везде стоять на этих нити равных членов для чистого состояния будут разности разности вот этих вас стоять иногда это называют дефазировкой вот когда у нас только про процесс поэтому в частности например надо процесса когда есть вы только распад этих неделями блоков иногда называют чистая дефазировка но общем такие слова типа диклиент дефазировка не часто встречаются на них это просто вот обновление обновление вне диагональных элементов матрицы плотности был как правило в энергетическом базе то есть не просто какая-то наблюдаемая абстракт на самом деле а как правило имеется ну когда говорят эти фазировки эти в качестве вот этого одесса оператор который за энергию отвечает вот это все мне кажется что написано я уже нарисовал то есть здесь что что у нас классическом случае ничего не влияет а у селективы не селективно опять-таки подчеркиваю что это как бы мы по мере можно смотреть так что мы как бы проводим много много экспериментов и мы можем мы можем так интерфицировать посмотрели не посмотрели можно сказать что мы просто проводим серию экспериментов и грубо говоря понятно что у нас в реальности будут то один x выпадают то другой то есть допустим x1 x2 x3 у нас на выходе вот будет какой-то там поток ну допустим если мы на частицы и проходит поток частиц и мы можем тоже смотреть на то что вот на такое селективное измерение не то что мы не посмотрели а то что мы как бы вот от селе частицы только только с обманом значением x1 вот этого потока на такой вот как бы не селективное измерение это мы на самом деле проводим эти измерения даже смотрим и записываем их но у нас вот такой большой поток частиц накапливается поэтому у нас фактически фактически в нем нем не в корне не при конкретном измерении во всем потоке измерения накапливаются результаты x1 и x2 x3 мы в общем с какой-то с каким-то своим как сказать распределением вероятности то есть мы можем интерпретировать вероятность интерпретирует в таком частотном смысле вот поэтому мы можем считать что просто процесс селективного измерения это мы проводим измерения потоку пробных носить одинаковых систем и у нас в результате как бы мы селективные они выделяем как раз те которые вот соответствуют тому или иному значению измерения они селективные это мы проводим из грей на наших отправляем в этом потоке поэтому не будет смесь смесь вот опять-таки вероятность на всех возможных x1 x2 x3 вот еще один способ сказать можно смотреть на матрасе плотности как будто написано индивидуальную систему но как бы понятно как любая вероятность нам нужно что чтобы что-то в реальности как бы набрать какую-то статистику нам нужно много одинаковых систем и поэтому мы как как всегда в теории вероятности мы можем просто как бы клоп плотность распределения грубоя тех или иных исходов по так сказать в массе как однотипных систем смотреть вот это как бы то же самое про блочный диагональный вид я тоже сказал то есть это все то же самое просто написано слова а теперь вот все таки я оставил в виде вопроса это вот мы поговорили пока про то как так сказать пока матрицы плотности фактически такая статика то есть мы просто задает состояние вот как измерять а как динамика за задается чисто чистых состояний какие есть варианты это вот уже вопрос к вам не гейзенберге ну чисто чистых состояний ну да все таки из чистых состояний все-таки скорее шердингера да потому что гейзенберга это двойственная вещь то это то как у нас мы можем перенести эту динамику состоянии на динамику наблюдая и а состояние вообще не улица не то есть то что вы говорите правильно уровень гейзенберга задают динамику я так сказать решил последовательно идти и вот часто именно вот так опять-таки это напоминаю что стандартно обычно вот так постоянный планка вот так вот пишется но у меня я уже тоже об этом говорил у меня везде постоянно планка равна единице поэтому у меня будет все без постоянно планка и дальше его вот его решение решение вот вот такое у нас получается не будет зависеть от времени ну да 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 то есть что понятно что можно более сложная как бы ситуация и у нас тоже будут такие примеры когда может быть зависимости от от времени но пока давай сюда пока пока не будет здесь вот я предполагал что не зависит вы правы что зависит от обыдеть была мужа такая экспонента порядочный экспонентом пока 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 не зависит от времени ограничимся вот ну и заметим что вот собственно как бы опять-таки эту штуку можно переписать решив создавать стационарные уравнение гейзенберга это просто посчитал собственное значение собственные вектора а то есть мы можем матрицу h тоже найти для нее диагональный базис на вот пусть у нас и вот и и собственные значения опять дети не могут какие-то совпадающие не совпадающие это не очень важно вот тоже мы в любую матрицу можем у нас понятно а что написать ну и тогда мы можем переписать переписать вот эту вот эту экспоненту вот эту экспоненту вот вот так вот это мы просто взяли от вот такой вот диагональной матрицы функцию есть или минус а что получится 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 вот такое выражение ну и собственно так обычно обычно ну вот еще сюда подставить то получится что у вас шума по и может быть плохо что я вот эту и надеюсь вы минимуму единицу не перепутаете вот буквами значит и и псион и т да здесь на и здесь произведение и начального и и начальном состоянии вот как задается динамика смешанных состояний опять-таки я черну я говорю правильно да пожалуйста а производные от вектора как по фрише понимается ну у меня опять-таки я пока рассказываю как я здесь рисовал конечно мерный случай здесь какая разница здесь производная понимается просто производная понимается просто как поэлементное дифференцирование каждого 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 элемента вектор а вот а в общем случае в планте механики это не стоит поговорить действительно как в общем случае в планте механики грубо говоря вот это вот эту вот эта вот формула не является выборе математически строгой то есть именно строго и являются ищется унитарная полу группа вот с таким был генератором вот так скорее да то есть а вот такая то есть вот если вы будете ну даже представьте у вас простейший как утром не шейдингер тип там д по д д д на все ну все от xd до все от xd в координатном до представлении пишу чтобы у вас было и здесь минус и ну и здесь допустим d2 по dx в квадрате на апси от xd у вас как бы будет подразумеваться что вы решаете вот эту задачу как бы где-то пространство да при за в пространстве видом пространстве соответственно ну b2 а понятно что у вас вот это производная на 2 поле шубана конечно только на дифференцируемые функции действует она на на вы что как бы не действует поэтому на самом деле в каком-то смысле вот эта формула является математически строго и то есть вы если вы нашли собственный базис правильной то как вот эта вот эта вот а то является как бы farkа делением то реши решение уравнения что они и то есть вам вот грубо говоря математически строго нужно обобщать обобщать понятие вот ну как будто вот этот вот эту уравнение нужно искать вот такие обобщенные решения то есть обобщенные опять-таки вместе разные подходы потому как обобщенное решение искать но как бы здесь подразумевается не такое чтобы на самом деле не решаете вот это уравнение забываете про него математически строго ищите полугруппу то есть вот унитарную полугруппу вот с таким с таким генератором ну или можно это так сказать то есть вы решаете вот это уравнение вот в таком обычном смысле на каком-то плотном плотном множестве а дальше прибыли приближаете приближаете или элемент любой вот как бы гейдер пространство вот элементами этого плотного плотного имеется в два множества в частности здесь вот функции вот эти две вторые производные тут опять-таки чуть-чуть сказать повозившись можно там на соответствующих пространством соболевая соболевая решить а дальше продолжить продолжить вот у вас получается такой оператор как бы унитарный но он пока не определен как бы не на всем пространстве она плотно множестве ну и дальше со счет тех или иных теорем вы можете продлить этот унитарный оператор так чтобы он был на всех на всем во всем множестве в общем с точки зрения моего курса это может быть технические тонкости скажем так но надо понимать что вот с точки зрения математики когда мы говорим про не 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 ограниченные случаи то это вот понимается вот так в кавычках я не знаю понятен ответ или за счет того что он мы можем непрерывный оператор ну однозначно до пополнения подлить вот есть такая теорема он определен на всюду плотном множестве в таком духе в таком духе да я вообще просто немножко нет спрашивал тут просто я так понимаю вы говорите по компонентам то есть значит на какой-то базис должен зафиксировать да 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 вот а я правильно понимаю то есть то что у нас значит вот компоненты этого вектора но производные вот вот этого вектора пси да не правильным образом как бы меняться от базиса то и значит будет как бы не зависеть от выбора ну да 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 я просто не очень понял как бы мы можем погрузить получается но сразу изометрический заморхизм использовать с cd каким-нибудь ну вот если у нас размерности d гильбертово пространство да 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 то есть и и так тоже да можно это все как бы то что вы говорите вот смотрите у вас грубо говоря в пространстве конечномерном у вас все как бы нормы как бы эквивалентны и как бы то что вы говорите то что грубо говоря вы можете эту производную можете действительно просто как бы грубо говоря определить как вот предел 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 там там все от и плюс дельта т как бы плюс минус в общем можно так или определить там минус все от и деть на дельта т и как бы векторной норме там нормы связаны с абсолютными значениями в общем это предел как угодно там понимать это будет все конечное случае конечномерных матрицы это будет эквивалентно и плюс как бы это вы можете по по элементам тоже все это понимать то есть это это все то же самое то есть очень конечномерных матриц там и так далее вы можете с той же самой с конечной верной матрицы всегда можете считать что вы элемент на дифференции или что вы их то вот и финансируйте вот это вот значок можно в общем понимать более-менее ну каким каким угодно разумным способом это выдавать давать одно и то один и тот же объект хорошо понял спасибо поэтому какие-то тонкости я поэтому сразу на счетом про и 2 и про эти уже в какие-то тонкости не возникают вот только-только как бы джорги лютер про станции настоящих когда не конечно число элементов не конечно ничего компонент грубо говоря вот как задается динамика смешанных состояний какие уравнения динамика матрицы плотности вот как уравнение называется она она такая же как у наблюдаемых только со знаком минус ну это правильно а кто и дать или название высокоил не не но это она именно да но смысле вот уравнение любили фанейман это называется то есть совершенно правильно вы говорите что это можно как бы действительно есть мы уравнение гизенберга писали то она был бы то ровно такой же он такой же как ровно такой же как как если бы у нас здесь был только другой знак но и какая цель это тоже правильный ответ он какая цель это сильно больше обобщением раз вот будем обобщать что случай на случай как открытых систем но так вот я напоминаю все еще идет такое полное напоминание но вот как сказать опять таки вот она вроде как напоминание надо как бы вот в этом месте возможно это напоминание тех вещей которых вы не знали даже и 10 кванту механику ну смысл вот может быть я говорю в случае когда он одномерный проекта наверно знали а когда многомерный может быть и не знали даже если вы изучали кванту механику поэтому это как бы напоминаем вещей которых вы как бы возможно никогда не знали поэтому вот пока да то есть вот в обычные квантовой механики без всяких открытых систем вот у вас просто возникает вот такая динамика матрицы плотности но его его решение имеет имеет вот такой вид такой вид но проверьте это простое упражнение делаете тоже очень простое упражнение что решение вот такого уравнения опять таки у меня в общем в зависимости от того что я успею у меня либо вообще во всем вот курсе его во всем этом курсе кроме совсем совсем конца везде будут конечно верные матрицы поэтому очень где не скажет поэтому меня будет молчаливо это предполагаться поэтому вот просто продифференцировав проверьте что будет ну и возможно учитывая то что я вам всем сказал что вы просто дифференцируете достаточно обычными способами экспоненты и прочее то есть ничего особо никаких чудес не происходит в общем проверьте что у вас действительно вот такое вот такая вот такая штука является решением в этом уровне вот а давайте запишем тоже полезно посмотреть на динамику динамику в собственном базе динамику в собственном базе а именно динамику динамику ну вот возьмем распишем собственном по весе как я сказал вот праву ну вещи про фазы это начал рассказывать когда мы просто еще без всякой динамики а если вот как бы расписать честно это есть теперь меня что и есть минусы если минусы а что есть и пене а что я собственном базисе то у нас получится вот так вот выглядит матрица плотности получаются везде на диагонали просто те же самые те же самые элементы которые не были здесь будут какие-то есть минус и и здесь разности и все на один минус и опцион 2 ну и так далее вообще на динамику проверьте для простоты просто для матриц фанатов то есть так вот чтобы убедить фактически ограничив все так проверьте проверьте в качестве упражнения вот этот факт вот вот как то есть часто полезно такой вот я в явном базисе энергетическим представлять как себя как устроена сказать динамика это просто такие экспоненты ну или хотите фазовый какие можете там поэтому в частности и распадки как я уже сказал вот распадки дефузировкой вот ну и легко легко видеть легко видеть что это совсем 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 не то же самое совсем не то же самое что то есть вот это вот унитарная эволюция нам не может обеспечить есть никаким способом вот эту самую дифузировку то есть вот ясно что у нас есть противоречие в рамках то что напоминает такой обычные опять-таки курс план то механики обычных уже план то механики есть такой противоречий между динамикой и измерением которая которая не может быть реализована вроде как динамика я по факту то понятно что любое любое реальное измерение она как-то как-то это не просто так этот прибор прибор тоже должен сконструирован как должна быть просто взаимная унитарная динамика прибора и нашей системы то есть у нас тоже все все вместе должно как бы описываться унитарной динамикой а здесь вот как-то такое пока противоречие что у нас получается что у нас с одной стороны она понятная то есть фактически ответил почему она происходит нам нужно отдельно как бы осматривать систему отдельно прибора здесь мы просто пытались имеется предлагать что мы пытаемся вот не просто вот с помощью унитарной динамики системы без как всякого прибора писать описать измерение получаем что вот как бы ерунду это вот не будет равно более того это может быть так не вполне убедительно в том плане что но это я взял как бы в энергетическом у меня измерение как бы именно энергии то может там допустим действительно вот оказывается оказывается что вот как бы энергию вот так вот померить нельзя акунь наблюдаемую можно да то есть тогда у нас был бы ну то есть то что у нас нет диффузировки как бы в энергетическом базе не знал не значило что у нас нет дефицитов каком-то там произвольно вальность мало ли там может как-то произвольно борис так и ровни диагональные мета обнуляются но все равно на самом деле нет потому что легко понять что вот отображение отсюда вот их из из начальной матрице плотности сюда она 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 необратимая она необратимая это то есть оно просто отображением лирии на пространстве много сейчас не зануляют унитарная унитарное отображение то есть вот такое отображение как супер оператор я не знаю еще от слова говорил вот у есть как бы операторы в конечномерном случае матрица отображение матрица матрица это как часто пытаются подчеркнуть что это не просто вот их с точки зрения банных алгебра это тоже просто операторы но часто желательно хочется языке почувствуешь есть вот просто оператор которые вектора вектора переводит есть отображение уже вот этих самых масса смотрятся то есть вот вот такая штука вот такое отображение у на у крест ну как который я часто буду писать у . у крест подразумевая под этим вот такой отображение которое действует на произвольную матрицу вот таким вот вот такое отображение вот эта штука это отображение из матриц в принципе даже не матриц плотность матриц матрица да вот она она обратимая она обратимая у него легко найти обратный да то есть если это какой-то рот эту обратно и обратно это просто вот нуля у крест вот нуля то есть фактически 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 вот это любая унитаз на динамик она она как минимум обратима а тут чтобы у нас реализовать измерения даже вот такое не селективное она уже это она обнуляет многие члены соответственно это необратимое отображение видно что есть вот это противоречие и и поэтому я это использую как мотивацию одну из возможных мотивацию к уравнению гкс л то есть рамках него в общем-то возникает нечто промежуточное то есть то что в рамках уравнение гкс л я надеюсь сегодня уже следующий раз сейчас посмотрим как пойдет как бы показать что действительно даже простейшие уровни гкс л они сразу как бы вот как предельный случай унитарную динамику и вот такую конструкцию когда у вас происходит обнуление каких-то не диагональных членов себя включают кроме того селективное измерение вот допустим мы просто и все на день хотели получить ну как я сказал тогда будет просто такой проектор на это первое первое на первый вектор базисный энергетического базиса поэтому и тут тоже но даже может быть здесь здесь еще более так сказать ясно что это какой это какой-то весьма не необратимое отображение то есть нас от исходной матрицы ничего не осталось отображение которое произвольную матрицу отображают вот в одну и ту же здесь 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 вообще ничего особо не пояснять не надо чтобы понять что это необратимое отображение которое далеко далеко от унитарной динамики то есть ясно что процесс измерения они как-то лежат другой плоскости по сравнению вот с динамикой ну и более того там можно так сказать есть обычно вот опять-таки александр семенович и обычно это теорема формулирует часто книжка по теории поля поля обсуждаются твоего теорем мигнера если есть взаимно однозначно афинное отображение на так слова я на всякий случай тоже скажу они тоже надо употребляют математической теории что есть выпуклое множество это имеется ввиду что у вас запад относительно комбинацией такие штуки берете в смысле что множество матриц плотности если вы берете их с весами поитами ну то есть такими чтобы это больше равно 0 и сумма поитах равно единице снова матрица плотности вот еще раз просто какие-то абстрактные объекты замкнуты относительно вот таких вот ну линейных комбинаций но с дополнительными условиями что у вас при ты больше она является будет хранить из это называется выпуклое множество частности легко понять откуда такое название то есть если вы посмотрите просто на какое-то выпуклое множество и конечные точки будете его искать радиус векторами задавать то как раз таки вот если вот допустим вот это вот вектор x вот это вот вектор y то вот отрезок который будет между ними пробегаться он как раз будет иметь вид ну что типа п на x на x на x плюс единицы минус п на y поэтому вот выпуклое множество обычное классическом смысле вот в рамках мат анализа это то что множество которые которые вместе вместе его своими как бы граничными точки она содержит 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 отрезок между ними но и вот можно проверить что не просто отрезок а здесь вообще вот любые точки множество берете берете сумму вот такие придах то у вас будет снова получаться элемент этого множества но есть в стандартном смысле в каком-то анализ рассматривать поэтому поэтому вот такое абстрактное обобщение но и соответственно финны и отображения это отображение вот как в линейных пространствах там есть линейной комбинации да здесь вот вы выпуклой комбинации вот то же самое что у вас есть линейные как бы операторы афины ну то есть те которые сказать линейные комбинации как который может представлять с ними комбинации на здесь соответственно афины и отображение это значит что вы как раз можете вот эти вот выпуклые комбинации переставлять с ними . берете любую комбинацию можете взять сумму бы так и здесь фиатру фиатру это это тоже самое такие вот понятно там опять-таки обычно вкусе сам семёнович обсуждают что их может продлить до линейного отображения всегда в таком духе поэтому на самом деле это примерно то же самое что линейное отображение по факту но тем не менее надо вот какие-то такие слова говорятся поэтому я решу с ними просто что такие слова есть и не надо и бояться вот тоже наш своем курсе пару слов сказать вот сколько-то я сказал а так можно фактически вместо слова финанси сказать линейное отображение просто часто вот это подчеркивается вот тогда вот все возможны если мы хотим взаимно однозначное отображение то вот у нас ну и что то самое обратимое отображение вот у нас на самом деле всего два варианта Full Subfit либо у на ровно у крест то есть метарная такая унитарное отображение унитарная динамикой если хотите либо вот такое вот отображение у на рот расклад 1993 о до�� тот из комбинации комбинации вот этой самой унитарной виклине транс планированная то есть возрасль собственно никаких других таких взаима зависом от отображений, ну, и то же самое обратимых отображений. Почему обратимых? Потому что, собственно, такая обратимая динамика, да, ясно, она должна задаваться каким-то обратимым отображением, но более того, понятно, что, на самом деле, транспланирование в этом смысле несколько плохо, потому что, если мы хотим такую непрерывную динамику, то унитарная, ну, то есть, которая, как бы, мы хотим какую-то вот, чтобы была какая-то УТ, которая, ну, точнее, был какой-то ФИТ, которая в начальный момент времени был бы едини тождественным отображением, то, как бы, нам, на самом деле, вот, скорее, вот такие варианты подходят, а такие не очень. Но, тем не менее, тем не менее, вот, возможно, два варианта таких вот обратимых, ну, и то же самое взаимодозначное отображение. И других нет. Ну, а, ну, это вот то же самое, то, что я здесь нарисовал, то же самое у меня здесь написано. Вот. Чуть-чуть, может быть, стоит, чуть-чуть стоит профилософствовать, ну, так, ну, возможно, как раз оставшееся время я на это пару слов скажу. То есть вот что-то, 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 что-то с точки зрения вот физической, физической, это вот самое транспонирование означает, самое транспонирование, какое, и у него, ну, у, 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 просто обычная монетарная динамика, а у Т часто, у транспонирования часто говорят, как сказать, обращение, обращение времени. Ну, в каком смысле обращение времени? Вот обращение времени на самом плане, что если вы берете, транспонируете, ну, понятно, что транспонирование, вообще говоря, операция, зависит от базиса месте спонируйте энергетическом банюши транспонируйте в энергетическом банюсе дальше проводите эволюцию и снова транспонируйте но легко проверить и поправить вот используют эту явную явную выписанную там матрицу что у вас будет все то же самое но только вы как будто бы минус 3 поставили в этом смысле можно смотреть на это как на обращение обращение времени но на самом деле моем понимании называть тасс по ней обращением времени это не совсем корректно именно скорее вот обращение времени соответствует того что вот вы транспонировали дальше клюцинируем снова транспонируют это скорее такому обращению времени соответствует а чтобы понять что само по себе транспонирование без 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 сказать без обращения к динамике без таких многократных действий все-таки действует на конкретную матрицу то есть действует просто матрицу плотности вот можно так вот все прикинуть это тоже чуть-чуть вот как бы в кавычках не то чтобы строгая скорее вот наводящее соображение то есть вот если у нас матрица плотности какая-то функция от оператора импульса стандартного квантово-механического который устроен как минус и dpdx то на него за спонирование спонирование понятно как действует то есть вот если на него подействует он спонированием это самосопряженный оператор поэтому если ваш комплекса сопрягать но комплексом dpdx никак не будет сопрягаться они сопряжется получится и dpdx еще транспанировать такую оператор но конечно здесь не энергетическом борюсь а просто вот в координатном беру и транспонирую это все равно что видите это все равно что как бы транспанируем данном случае в координатном базисе это все равно что п заменить на минус п заменить на минус п и поэтому я это называю я бы это скорее интерпретирует как такой квантовый аналог отображения ложных статистической физики есть такой продукт сложно когда вы берете там важной части у этого берете действуйте таким вот отображением которое вам все скорости все скорости поворачивает в обратную сторону координат не меня это скорости у каждой частички меняют на минус п вот интересно что уже даже в классическом случае то есть обычно там обсуждаются ну что продукт возникает сложно реализовать это отображение прочее заметим что его не просто сложно реализовать в принципе невозможно реализовать каком-то смысле что в том плане что она не является каноническим даже вот классической физики то есть у вас сколько полосона сколько полосона при этом сохраняться не будет точно так что здесь это отображение типа транспланирования но имеет принципиально иной смысл в том плане что его нельзя реализовать с помощью унитарной унитарной динамики она но как бы имеет такой отдельный характер и вот действительно есть вопросы то есть без опять-таки при не можно его вообще как бы физически реализовать ну здесь есть обычная такой стандартный подход предусматривает что мы умеем делать только унитарное отображение ну и мы с вами будем уметь делать унитарное отображение системы резервуара который будет приводить к не совсем унитарным внутри вполне положительным отображением системы вот это транспланирование она везде вот будет такой выделенный фактор это будет таким типичным 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 фонда примером круг к многим к многим так сказать утверждением ну таким вот что у нас будет вполне положительное отображение можно задуматься какой не вполне положительное отображение простить что транспланирование как раз будет ну и это возможно связано с тем что он действительно такая операция ложница то есть наивное обращение вроде какая-то ерунда просто берем скорости меняем и как будто руками может платить поменять тем не менее скорее всего и в классике есть вопросы как бы вот в рамках эмильтоновой механики допустимые ли это отображение и здесь в общем она будет таким видите вот теореме бигмера вот так чуть отдельно возникает в общем его физически реализуемся такой для меня сомнительный вопрос то есть моё понимание как раз таки ну то что там формальности клиникает но вот такой весьма весьма отдельно пояснение такое набросок физический смысл транспанирования самого по себе вот и наверное здесь время моё как бы истекает и поэтому уже вот про наш основной объект я поговорю на следующей лекции все если какие-то вопросы а вот домашнее задание у нас будет в смысле вот опять таки вот вот упражнение 1 вот упражнение 2 они оба элементарные но тем не менее как бы у меня собственно почти все задачи на самом деле очень простые просто чтобы вы как бы получше познакомились чем-то чем было нет как бы задача мат анализа научиться стать какие-то кучи интегралов вручную и так далее . просто чтобы как сказать познакомились с тем что было рассказано в лекции лучше условия просто материал это основная цель как бы моих домашних заданий они все поэтому весьма простые